Приветствую вас, и поскольку вы свой вопрос задаете в раздел психологии, а не в раздел юриспруденции или не в раздел эзотериков, то отвечу вам именно как психолог. Значит, если не брать в расчет то, что вы здесь используете такие термины, как лжемаг, обман, по сути дела, по сути клевета, мошенничество. Если не осматривать эти аспекты, а именно с психологической точки зрения осматривать, то есть вы со своими субъективными, так сказать, элементами, со своими мотивами, со своими желаниями, со своим эмоциональным состоянием. Есть ваш любимый, есть лжемаг, который вам угрожает. И начнем, пожалуй, с того, что ваше состояние происходит от тревожности. То есть вы говорите, что вы поняли, что поступили как дура, но не очень понятно, в чем именно вы поступили как дура, по вашему мнению. И почему вообще вы называете себя дурой? То, что хотели вернуть мужчину приворотом, ну, это, конечно, сомнительное занятие, безусловно, но в деле, тут как бы уже свершившийся факт. Хотели вернуть, попытались, ну, попытка не пытка. Другое дело, что, насколько вы относитесь к своему мужчине хорошо, что пытаетесь свернуть его приворотом. Другое дело, то, насколько вы в нем нуждаетесь, что пытаетесь свернуть его приворотом. Любовь ли это с вашей стороны, если вы пытаетесь свернуть его приворотом? Это вопрос, который, безусловно, требует своего ответа. Потому что вы ведете себя как любовно-зависимый человек, эмоционально-зависимый человек, и это психологическая проблема на самом деле для вас. И эту проблему нужно решать не приворотами, не магами, а работой с психологом, лично с ним ростом, над, так сказать, купированием, принижением, уменьшением страха одиночества, над принятием себя, над принятием себя, над повышением самооценки, и на то, чтобы вы осознали, почему этот мужчина стал для вас так важен, что вы не уважаете его решение быть не с вами. что как бы полностью обесценивает всю вашу любовь. Потому что если вы не уважаете решение своего мужчины быть не с вами, то как бы и пытаетесь его насильно вернуть, то любовь стоит под большим вопросом. Может быть, она и есть, но большая часть занимает некие примеси ваше собственное желание. Понимаете, да? И как любой эмоционально зависимый человек, вы не способны принимать адекватные рациональные решения. О чем говорит и сумма, которую вы потратили на на мага. Вот. И ну, вообще, я в общем говорю, да? Вот. и ситуация, в которой вы в целом оказались. Знаете, вы не дура. Не надо себя корить и обвинять. Вы человек, у которого есть свои желания и которые эти желания хочет реализовать, но который не осознает, что это за желание, что это за потребность. Дальше. Ваш мужчина он если любит вас и если между вами возникла какая-то ссора, он обязательно вернется. Там это не одна ссора, ссора. Ни один конфликт не может разлучить людей, любящих друг друга по-настоящему. да, будет тяжело, да, будут проблемы, да, придется разговаривать, да, придется там, возможно, что-то менять, но человек никуда не денется от вас. И если вы его любите, то в первую очередь вы нацелены на его счастье. И поэтому подумайте, что ну не для его счастья, а не для вашего счастья. и если он узнает, что вы пытались его вернуть при воротах, это всего лишь будет означать, что вы хотите быть с ним. Вот и все. И если мужчина любит вас, он поймет. Если не любит, то не поймет. Поэтому лучше вам ему самой сказать, что так и так прости меня, когда ты ушел. У меня помутился рассудок, я обратился к магу, заплатил ему кучу денег, чтобы он тебя вернул, потому что мне без тебя было плохо. Прости меня, Лучше правда. Понимаете? Правда она расставляет все на свои места. Если мужчина относится с непониманием к тому, что вы сделали, ну, вопрос, насколько он вас любит. Ибо я уверен, он знает, какой вы эмоциональный человек и знает, что вы способны на то, что сделали. Если не знают, то тут как бы момент такой, опять же, насколько вы близки духовно. Что касается мага, для людей его профессии и вообще для подобных людей, подобных экспертов в кавычках либо без кавычек. нет резона действительно это делать и раскатывать. Потому что для таких людей, для таких людей важна репутация и важно так называемое сарафанное радио, когда о них рассказывают клиенты. Если о таком человеке будут рассказывать, что он там сливает информацию, да, рассказывает, то далеко он уйдет. Ну окей, его может быть не посадят, может быть ему ничего не сделают, но работать он больше не сможет. А любые деньги они рано или поздно заканчиваются. Тем более у какого человека, каким является ваш лжемаг, ну вот, из-за того, что они не уверены в себе и в общем-то довольно дефицитные люди, что заставляет их так поступать, навариваться на чужом горе. Буквально в смысле слова. Вот. если вы сделаете все так, как вот я сказал, то с психологической точки зрения это будет жестко, это будет радикально, но это будет не сериативно, и то, чего не ждут от вас ни маг, ни ваш любимый человек. Вам обязательно психологу на консультацию для избавления от любовной зависимости, от эмоциональной зависимости, вот. Чтобы больше вы в такие ситуации не попали. я не знаю этот лжимак на нашем ресурсе, не на нашем ресурсе, но если на нашем, то образите всех поддержку, вот, укажите имя этого человека, скиньте переписку и его заблокируют. Не факт, что вам вернут деньги, но заблокируют его в любом случае. Вот. Я думаю, так можно вам поступить с точки зрения психологии. Что касается заявления в полицию, по мошенничеству и так далее, здесь я думаю, что знаете, это надо к юристам, во-первых, во-вторых, для вас самое главное, что деньги любимый человек. любимый человек, то нужно в первую очередь устранять эту опасность. И тут как бы лучше во всем принцессу расплакаться вам перед ним. Нам будет легче, вы не будете одна, вы будете уже вдвоем, и у жемага пропадет рычаг давления на вас. Кстати, еще один важный вопрос, почему вы так боитесь, что он узнает. Ну, узнает, и что? Ну, женщина влюбленная женщина хочет вернуть своего мужчину. Ну, что такого? Что это? Это плохо? Если она начала использовать других людей для этого, это нависит за это эмоциональное состояние. Я еще раз повторяю, мужчина, если он вас знает, он понимает, на что идет, понимает, какая вы, или у него не должно стать новостью то, что вы сделали. А если станет, то вопрос именно такой, насколько человек вас знает. С точки зрения психологии, вам можно ответить на ваш вопрос именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, именно по психологии, пишите в личку вуду рада мочек. Экспертов по психологии для работы над эмоциональной зависимостью вы можете выбрать хотя бы здесь. У нас, по крайней мере, из психологов все эксперты порядочные, да, то есть никто информацию не сливает. Смотрите профили, выбирайте того, кто понравится и начинаете работать, потому что именно это корень вашей проблемы. Ни ужимак, ни деньги, ни его угрозы, ни любовный приворот, ни реакция мужчины. Это все не проблема. Проблема именно любовной зависимости и причины, которые лежат в ее основе. Вот это нужно убирать, потому что вы не свободны сейчас. Вот. И чтобы вы были свободны, для этого нужно работать. И по деньгам это стоит будет гораздо меньше, чем сумма, которую вы заплатили марку. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. гостей. До новых ayrм и удачи! Продолжение следует...